Всем привет, это EFFECT PRISM, и сегодня я вам хочу показать, как быстро и легко сделать глич эффект для текста, причем как с использованием бесплатной версии DaVinci Resolve, так и с помощью платной версии. Ну что же, давайте начнем. Итак, давайте начнем с глича, который можно сделать полностью в бесплатной версии DaVinci. Берем пустую Fusion композицию, ставим на нее Playhead и переходим во Fusion. Первое, что нам нужно, это нода Text+. Давайте напишем в ней слово Glitch или любое другое, какое вам нравится. Выберем какой-нибудь шрифт, который вам по душе, пусть будет такой, и увеличим его размер, чтобы было лучше видно. Далее нам понадобится прямоугольная маска. Давайте выведем ее в левый Viewer и настроим размер. Допустим, вот так. В будущем мы всегда сможем его изменить. Далее, нам нужна нода Duplicate. Именно просто Duplicate, не 3D. И сейчас подключаем наш прямоугольник к ноде Duplicate, но именно в желтый вход, не во вход для маски. Потому что нам нужно, чтобы нода Duplicate делала копии вот этих прямоугольников. Давайте выведем Duplicate в левый Viewer и сразу сделаем количество копий, где-то 60. Если для вас много, можно всегда уменьшить. Давайте перейдем во вкладку Jitter и поменяем Center X и Center Y. Параметр для того, чтобы разбросать прямоугольники по всему кадру. Задавайте эти параметры так, чтобы происходило примерно равномерное заполнение. Это нужно для того, чтобы эффект применялся независимо от того, где именно в кадре находится текст. Далее, выделяем ноду Text Plus, нажимаем Shift-пробел и добавляем ноду Transform. В принципе, все магии и будет происходить в ноде Transform. В первую очередь, давайте подключим выход ноды Duplicate к входу маски ноды Transform. Теперь давайте анимируем движение в ноде Transform. Но давайте это будем делать без ключевых кадров, потому что наша анимация будет полностью процедурная и не будет никак зависеть от длины Fusion композиции. Поэтому выделяем ноду Transform правой кнопкой по параметру Center, Modify Width и выбираем параметр Shake. Здесь мы зададим значение от какого до какого будет меняться параметр Center. Можно разблокировать LogXY и установить эти параметры отдельно для координаты X и Y. Стандартное положение по центру экрана это 0,5. Поэтому давайте сделаем, чтобы по X колебалось примерно от 0,44 и до... Ну, пускай пока так. И по Y что-то примерно такое же. Давайте уменьшим параметр плавности. Например, до 2,3. И у нас пока что получается вот так. Уже интереснее. Далее, для того, чтобы добавить вот эти разноцветные эффекты, в ноде Transform в параметре Settings отключаем любой канал, который вам нравится меньше всего. Например, красный. И тогда у нас получается вот такая штука. Вы можете отключить, например, зеленый и получить вот такой набор. Вы можете отключить два канала и получить вот такой эффект. То есть, на ваше усмотрение. Мне, например, нравится, когда отключен красный. Вот так. Теперь давайте его доработаем. Во-первых, давайте скопируем ноду Duplicate. Также подключим в нее нашу маску, опять же, в желтый вход. И подключим это к ноде Text. Но, выделим ноду Text, перейдем в Settings и включим параметр Apply Mask Inverted. Таким образом, мы инвертируем подключенную маску. И что у нас получается? Пока вот такой эффект. Теперь, для того, чтобы смотрелось интереснее, сделаем так, чтобы текст также двигался. Переходим на вкладку Layout. Нажимаем правой кнопкой по параметру Center. И также модифицируем его с помощью модификатора Shake. Также сделаем небольшие колебания, где-то от 0.46 до... Ну, пускай вот так. И уменьшим плавность. Получаем вот такой эффект. И теперь, для того, чтобы это смотрелось еще немного более интересно, после ноды Transform давайте добавим ноду Stop Motion. Нода Stop Motion это единственная нода, которая я не уверен, что есть в бесплатной версии. Потому что у меня Studio Version, а я не могу поставить одновременно и студию, и бесплатную версию. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментарии, доступна ли нода Stop Motion в бесплатной версии. Смотрите, что она делает. Она повторяет заданное количество кадров. И это выглядит так, как будто у нас часть кадров как будто пропущена. И анимация становится рваной. Этого всего можно добиться и ключевыми кадрами, но нужно добавлять вручную. И если композиция у вас будет длинная, это совершенно неудобно. Нода Stop Motion просто облегчает эту работу. И у него, в принципе, есть один самый важный параметр, это Frame Repeat. В данном случае он стоит 5, соответственно, каждые 5 кадров будут повторяться. Потом через 5 кадров кадр обновится, и дальше опять будет повторяться в количестве 5 штук. Ну, допустим, оставим пока что 5, выведем эту ноду в правый вьювер и посмотрим, что получается. Тут выставляете просто на свой вкус. И не забывайте подключать это к Media Out для того, чтобы вывести это на вкладке Edit. Далее можно добавить еще немного разнообразия к этому эффекту. Давайте возьмем ноду Duplicate. У нее также есть параметр Center X и Center Y, который смещает созданные ею копии. И также модифицируем его с помощью модификатора Shake. И смотрите, что у нас получается. Давайте в Stop Motion все-таки поставим обратно. Ну, пусть будет 6 кадров. Даже многовато, пусть будет 5. Вот так. Эффект стал немного более разнообразным. Также добавить разнообразие можно и с помощью второй ноды Duplicate, которая подключена в качестве маски к тексту. Для этого также нажимаем правой кнопкой мыши. Shake. Быстро настраиваем параметры. Уменьшаем плавность. И на выходе получаем вот такой вот эффект. Также не забывайте, что вы всегда можете поменять цвет текста для того, чтобы эффект смотрелся интереснее. Например, на какой-то такой. И, допустим, вы можете добавить glow для того, чтобы это смотрелось еще более интересно. Вот так. И настраивайте ее по своему усмотрению. Теперь в ноде Transform, я думаю, надо просто поменять каналы вот так. И вот такой замечательный glitch у нас получился. А теперь давайте посмотрим, что можно сделать в платной версии DaVinci. Точно так же добавляем ноду Text+. Пишем в ней слово Glitch. Выведем в правый Viewer для того, чтобы ее видеть. Увеличим размер. Ну и поставим какой-нибудь интересный шрифт. Например, вот такой. Дальше. Нам нужна нода FastNoise. Нам нужна нода Displace. Нам нужна нода StopMotion. И еще нам нужна нода Mosaic Blur. Вот ноды Mosaic Blur, по-моему, точно нет в бесплатной версии DaVinci. Итак, давайте начнем с FastNoise. Давайте ее настроим. Увеличим где-то так Scale. Details немножко ниже сделаем. Поднимем Contrast. Можно даже больше, чем 5, где-нибудь 7. Дальше. Подключаем FastNoise к StopMotion. Но перед этим в FastNoise давайте поднимем параметр Citrate. Для того, чтобы оживить наш FastNoise. Пока что пусть будет 0,236. В любой момент вы можете этот параметр изменить, если захотите сделать Glitch более динамичным. Подключаем в StopMotion. И смотрите, что у нас получается. Вот так. У нас FastNoise двигается неплавно. Ну, я о ноде StopMotion рассказывал в предыдущей части этого видео. Подключаем эту конструкцию к Mosaic Blur. На самом деле, не важно, как подключать Mosaic Blur до StopMotion или после. Давайте выведем в левый вьювер. Смотрите. Mosaic Blur делает такую пикселизацию. И с помощью параметра PixelFrequency мы можем регулировать размер этих пикселей. Поставьте его такой, какой нравится вам. Можете покрупнее, можете поменьше. Роли не играет. Далее. Давайте подключим текст к желтому входу ноды Displace. А к зеленому подключим карту искажений. А карта искажений это как раз таки вот эта конструкция сверху. И выведем ноду Displace в правый вьювер. Итак, у нас пока получается вот такая штука. А теперь давайте добавим что-то вроде хроматических аберраций, что ли. Можно сделать ее следующим образом. В ноде Displace переходим на вкладку Settings и отключаем какой-нибудь канал. Например, красный. И у нас получается вот такая штука. Можно отключить какой-то другой, можно отключить два канала. В общем, тут смотрите так, как вам больше нравится. Давайте в Fast Noise все-таки поднимем Set Rate немножко побольше. Вот так. Давайте вот эту конструкцию скопируем. Вставим ее тут рядом. Подключим выход ноды Displace к желтому входу второй ноды Displace. Во второй ноде Displace включим все каналы. И давайте в Fast Noise поднимем значение где-то до 0,6. А здесь поднимем еще больше значения Set Rate. И посмотрим, что у нас получается. Давайте выведем True Note Displace в правый вьювер. И посмотрим. Вот такой glitch-эффект у нас получается. Теперь давайте добавим свечение. Если хотите, опять же, это совершенно не обязательно. Подстроить ее на свой вкус. Увеличиваем параметр Blend. Теперь подключаем к ноде Media Out. И можно выйти на вкладку Edit. Дождаться, пока у нас закэшируется наша анимация. Кстати, если у вас не появляется вот эта красная полоска, это означает, что композиция еще не закэширована. И для того, чтобы воспроизвести ее в нормальном количестве кадров в секунду, нужно просто дождаться, пока полоска станет синей. И можно спокойно посмотреть, что у нас получилось. В общем, если у вас нет этой полоски, тогда нажимаете Playback, Render Cache и ставьте Smart или User. Ну, я обычно ставлю Smart, тогда Fusion кэширует это автоматически. Итак, для того, чтобы сохранить это как пресет, я уже рассказывал в одном из своих прошлых видео. Вы можете увидеть это видео в области подсказок. Ну, либо же, если вам не нужен пресет, вы хотите просто использовать эту Fusion композицию во всех своих проектах, то для удобства, в принципе, вы можете добавить это в Power Beans. Здесь есть папочка Master, вы можете создавать здесь любые другие папки. И вам нужно просто с таймлайна прямо перетянуть эту композицию в Power Beans. Если у вас Power Beans не отображается, тогда вот здесь в Media Pool нажимаете на три точки, и есть здесь пункт Show Power Beans. И у вас будет отображаться Power Beans. Это папка, которая доступна в любом проекте в рамках одной и той же базы данных DaVinci. И это очень удобно. Ну что ж, друзья, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok